Спасибо большое. Мы поговорили о вариантах реконструкции, но, к сожалению, или к счастью, реконструкция и вообще любое хирургическое вмешательство само по себе является травмой. И эти травматические воздействия на тканью молочной железы могут приводить к формированию различных дистрофических изменений, которые в том числе вызывают сложности в плане дифференциальной диагностики с процедивом или рецидивом заболевания. И в ряде случаев подвергаются морфологическому исследованию для того, чтобы разрешить эти сомнения. И мы в таких ситуациях можем столкнуться с целым рядом различных изменений. Это чаще всего жировые некрозы и липогранулемы или олиогранулемы, которые по большому счету представляют собой одну из фаз развития жирового некроза. Или, может быть, небольшие участки, которые несколько меньшего размера и не имеют таких ярких проявлений, как сам жировой некроз в большой площади. Кроме того, в ряде случаев мы сталкиваемся с полостными образованиями. Это серомы, лимфокисты. И фактически полость из себя представляет та ткань, которая окружает инородные тела. В первую очередь это касается имплантов. И мы немножко поговорим о том, какие есть сложности с точки зрения морфологической дифференциальной диагностики в таком контексте. Кроме того, возможно, развитие различных рубцов и в том числе реакции на экзогенные вещества. Что касается жирового некроза, то помимо травмы операционной, он может развиваться на фоне проводимой лучевой терапии. И вне контекста лечения ракомолочной железы, конечно, есть случаи травматического жирового некроза. Здесь есть ряд факторов риска, которые повышают вероятность его развития. Но основная проблема в том, что он как клинически, так и рентгенологически, в ряде случаев морфологически может симулировать опухоль. Но это процесс этапный, потому что сам по себе некроз не будет существовать константно. Он будет подвергаться лизису. И таким образом на сегодняшний день выделяется несколько фаз его течения. Первое – это ассоциированное с различными сосудистыми нарушениями. Может проявляться кровоизлиянием и уплотнением жира, который подвергается непосредственно некротическим изменениям. В дальнейшем эта зона подвергается демаркации, то есть отграничивается от окружающих неизмененных тканей. Может подвергаться кистозной дегенерации. Как правило, это удел довольно больших участков жирового некроза. Мелкие зоны не подвергаются кистозной дегенерации. И одним из вариантов исхода может быть кальцификация вот этих вот кистозных стенок или даже небольших участков жирового некроза. Если мы посмотрим на правую половину слайда, то это все очень здорово напоминает стандартные классические этапы типового патологического процесса воспаления. Есть фазы его развития – это альтерация, эксудация, пролиферация и исход. И, собственно, жировой некроз – это действительно воспалительный процесс, который развивается после какой-то травмы или альтерации. И мы можем наблюдать реально все эти фазы в его развитии. Но для того, чтобы визуально эту информацию воспринять, хотелось бы напомнить, как гистологически выглядит нормальный жировой компонент ткани молочной железы. Вы видите в нижнем правом углу слайда – это резидуальные дольки молочной железы. И сама жировая ткань представляет собой такие ячейки или это клетки с крупно-единичной жировой вакуолью, которая оттесняет к периферии цитоплазму ядро этих клеток. И в норме степень воскулиризации в пределах жировой ткани не очень высока. Имеются немногочисленные тонкостенные сосуды. Это, собственно, определяет нормальный показатель накопления контраста в этой ткани. Но когда мы сталкиваемся с жировыми некрозами, первое, что мы видим, это, собственно, потеря признаков жизнеспособности жировыми клетками. И на морфологическом уровне это определяется как отсутствие восприятия тканью красителей, в первую очередь красителей, которые связываются с элементами ядра. То есть вы видите, мы имеем сохранную ячейстую структуру, но отсутствует окрашивание ядер этих жировых клеток. В ряде случаев они могут подвергаться лизицу, в первую очередь это касается содержимого этой вакуоли. И представляет собой такие розоватые хлопья, это совершенно безжизненная ткань в фазе альтерации. Возможно, и, собственно, довольно часто мы сталкиваемся не только с альтерацией самих жировых клеток, но и с сосудистыми различными нарушениями. Поэтому не зря в первой фазе речь идет в том числе о довольно частом наличии кровоизлияния, потому что фактически жировые некрозы имеют смешанный генез. Это не просто непосредственная травма жировой ткани, это еще и нарушение ее питания, то есть это травматический и шимический некроз. И сосудистые изменения нередкие, и о них нужно помнить, потому что в том числе они могут определять контрастирование этих зон на разных этапах развития этого процесса. И, собственно, следующая фаза после альтерации – это эксудация. Эксудация на этапе демаркации жировых некрозов возникает, и она связана не только с трансудацией жидкой части крови, то есть это межклеточный отек, который приводит к расширению предсуществующих фиброзных прослоек и к расширению межуточного вещества, которое расположено между жировыми клетками. Но и это миграция клеточных элементов, и в острой фазе это, конечно, в первую очередь гранулоциты или лейкоциты. И это, в общем, в том числе определяет высокую метаболическую активность в этих очагах в острой фазе развития некроза. Вот мы можем видеть, насколько расширяется вот это пространство, которое отграничивает жировые клетки друг от друга. И эксудация может быть очень выраженной, клеточный компонент может быть очень ярким, и, собственно, он и является тем, что отграничивает зону некроза от нормальной резидуальной жизнеспособной жировой ткани или окружающей ткани молочной железы. Эта граница на определенном этапе становится очень резкая, и по мере развития процесса и изменения клеточной популяции гранулоциты или лейкоциты сменяются элементами лимфоидного ряда, плазматическими клетками и в дальнейшем гистиоцитами. И, собственно, гистиоциты – это тот компонент, который определяет характерные черты и жирового некроза, и липогранулем, или олиогранулем, потому что это доминирующая клеточная популяция, когда в большинстве случаев эти ситуации доходят до этапа морфологической верификации. И гистиоциты приходят довольно быстро, потому что жир, вот эта вот жировая в уколе для внеклеточного вещества молочной железы является, опять же, чужеродным материалом, и он должен быть элиминирован. И, собственно, гистиоциты или макрофаги – это те клетки, которые занимаются фагоцитозом этого вещества, в связи с чем их цитоплазма приобретает вот такой вот мелкогранулярный или пенистый вид, и для того, чтобы это все переварить, увеличивается количество лизосом, что также может внешний вид этих клеток в определенной степени обуславливать. Но здесь нас еще интересует тот факт, что гистиоциты являются, помимо того, что являются фагоцитами, еще и клетками, которые продуцируют фактор роста фибробластов, поэтому везде, где в воспалительном инфильтрате имеются гистиоциты, мы ожидаем развития фиброза. И фиброз довольно частый и практически обязательный элемент исхода и жировых некрозов, и липогранулем, то есть если у нас есть кистозная дегенерация в больших крупных участках жирового некроза, фиброз, как правило, развивается по периферии. И отложение кальцификатов также является одним из исходов классических любого вида воспаления, и отложение кальцификатов может быть в разном виде, может быть гранулярным, может быть формирование вплоть до зрелой костной ткани. Но так как чаще всего мы сталкиваемся именно с фазой продуктивного воспаления, с наличием пенистых макрофагов в пределах жирового некроза, то это определяет и спектр тех морфологических диагнозов, с которыми мы должны дифференцировать это состояние. И это на первом этапе, конечно, различные ксантоматозные инфильтраты, которые характеризуются наличием вот таких вот пенистых клеток, и это гранульматозные процессы, и некоторые опухолевые процессы, которые могут вовлекать первично молочную железу. В ряде случаев это гранулярно-клеточная опухоль, которая представляет собой опухоль нейроэктодермального происхождения, она состоит из клеток похожего вида, с такой нежно-гранулярной цитоплазмой, но иммуногистохимическое исследование нам, в общем, позволяет довольно просто разрешить эту дилемму, это не представляет больших сложностей с собой. И в ряде случаев нам приходится дифференцировать такие состояния действительно с процедивами рака, и здесь нам очень важна клиническая информация, информация о том, какого вида или гистологического типа у пациентки была карцинома до начала специализированного лечения, потому что есть специфические редкие формы рака молочной железы, которые имеют гистецетоидную морфологию опухолевых клеток, либо имеют клетки, богатые липидами. И редко, но тем не менее, описаны случаи, когда приходится дифференцировать такие состояния с болезнью Эрдхайма-Честера, это состояние, которое характеризуется продукцией патологических гистеоцитов, в том числе с пенистой цитоплазмой, но, как правило, затрагивает длинные трубчатые кости и кожу подкожной ткани, и, возможно, поражение молочной железы, но оно крайне редко бывает солитарным, то есть, как правило, имеются изменения в вышеописанных органах параллельно. Липогранулемы, как я уже сказала, это чаще просто небольшие зоны жирового некроза, либо фактически это продуктивная фаза воспаления, то есть, когда мы имеем преобладающий инфильтрат в виде гистеоцитов, когда уже завершилась фаза демаркации, и мы видим, что это образование имеет довольно четкие контуры, и уже развивается фиброзная ткань, которая в том числе гистеоцитами индуцирована, и при этом сохраняется некротизированная ткань в пределах этого образования, которая еще не подверглась лизису, которая либо будет лизирована, и что приведет к формированию в той или иной степени кистозной полости, либо заместится фиброзной тканью. И мы мягко переходим к полостным образованиям. Полостные образования представляют также целый спектр, это может быть и исход жирового некроза, серомы, лимфокисты, и чаще мы, конечно, сталкиваемся с капсулами имплантов, которые развиваются при аугментации ткани молочной железы различными протезами, эндопротезами. И эти образования представляют собой псевдокисты. Псевдокиста – это полость, которая не имеет истинной эпителиальной выстилки. Но проблема в том, что вот эта полость сама по себе, ее содержимое, как правило, является чем-то несвойственным в норме для организма, понятное дело, и поэтому все такие элементы пытаются от организма отграничиться, и, как правило, это происходит за счет гистеоцитарного вала. И в длительно существующих кистозных полостях мы можем наблюдать формирование вот этого полисада из эпителиоидных гистеоцитов. Эпителиоидные они потому, что по своим цитологическим характеристикам напоминают эпителиальные клетки, то есть они крупнее обычных гистеоцитов, имеют хорошо выраженную широкую цитоплазму, которая, как правило, хорошо воспринимает эзиин. И вы видите, в ряде случаев практически формируют такую имитацию многорядного эпителия, что, в общем, людьми, которые редко сталкиваются с такими патологическими процессами, может быть воспринято как действительно эпителиальное образование. И, к сожалению, если не заподозрить воспалительный генез или реактивный генез этого состояния, то в таких ситуациях они, воспринимаемые в качестве эпителиального пролиферата, расцениваются как рецидив рака молочной железы, к сожалению. И если нет, так сказать, намека на дифференциальный диагностический ряд, выполняется стандартная панель из четырех антител, характерная для рака молочной железы, это ERPR, HER2, K67. Получается трижды негативный фенотип. K67 в таких пролифератах может быть разный, может быть в том числе довольно высокий. Это, в общем, такой pitfall или источник потенциальных ошибок. Конечно, нужно помнить о том, что такие симуляторы в кистозных образованиях молочной железы возникают и могут смущать умы. Но в целом анализ ситуации целиком позволяет заподозрить такую ситуацию и данные о наличии какого-то экзогенного импланта, и слоистость образования, которая имеет, как всегда, фиброзную капсулу в разной степени выраженности. И в пределах этой капсулы мы нередко обнаруживаем фиброзированные остатки грануляционной ткани, и в том числе один фагистиоцитарный инфильтрат, в ряде случаев фагоцитируемый народный материал. Видите, был татуаж, судя по всему, так или иначе какой-то. Здесь есть пигмент экзогенный в многоядерно-гигантской клетке. Но самым частым, типичным исходом большинства воспалительных процессов, в том числе в молочной железе, являются рубцы. И рубцы – это тоже, к сожалению, не константная история. То есть они имеют определенную динамику, определенную историю и определенные этапы развития. Как правило, предшественником рубцовой ткани является грануляционная ткань, то есть это ткань, которая представляет собой сосуды. И на этапе выраженной грануляционной ткани, когда она еще не подверглась организации, эти участки могут обладать очень выраженным накоплением конкрастного вещества, выраженной метаболической активностью. Безусловно, в той или иной степени имеется воспалительный инфильтрат, который также определяет метаболическую активность таких очагов. И по мере преобладания в этом инфильтрате элементов продуктивного воспаления или опять же гистиоцитов, которые индуцируют развитие фиброзной ткани, происходит фиброзирование грануляций, постепенное снижение кровотока в этом участке или в этой зоне. И по мере созревания садительной ткани происходит ретракция и уплотнение рубца. И то есть если мы будем говорить о первых этапах, то по мере нарастания воспалительного инфильтрата возможно увеличение этого образования и в размерах в том числе. А по мере уже созревания фиброзирования, как правило, происходит уменьшение размеров этого участка, но при этом повышаются его плотностные характеристики, и в итоге мы получаем малоклеточную соединительную ткань фиброзную. Вот если мы посмотрим на молодой незрелый рубец, у нас есть элементы грануляционной ткани, вот это вот большое количество сгруппированных сосудов, здесь есть питающий сосуд, есть тонкостенные капиллярного типа сосуды, большое количество фибробластов, то есть это еще не зрелая соединительная ткань, в разной степени может быть выражен воспалительный инфильтрат, и по мере созревания соединительной ткани мы видим увеличение количества коллагеновых волокон, снижение клеточности, снижение воскулярности, снижение активности в этой зоне, и в итоге мы получаем рубец. Ну и, конечно, нужно сказать несколько слов о реакции на инородные вещества. Сейчас с силиконовыми маститами мы встречаемся, слава богу, крайне редко, чаще эти состояния возникали в условиях введения жидкого силикона, либо каких-то маслосодержащих смесей, сейчас это не практикуется, слава богу. В зависимости от того, мы имеем дело с диффузными изменениями или локальными, мы называем это либо маститом, либо силиконовыми гранулемами, либо фактически это просто гранулемы инородных тел. Но почему имеется ряд особенностей у них? Потому что такие экзогенные вещества, которые попадают во внутреннее пространство организма, они очень рано подвергаются фагоцитозу, то есть очень рано в инфильтрате появляются все те же гистиоциты, которые пытаются сначала единолично поглощать вот эти вот инородные вещества, не справляются, и для того, чтобы их переварить, они сливаются в симпласты и образуют вот эти вот многоядерные гигантские клетки. Но по ходу борьбы с этим инородным материалом, они привлекают большое количество фибробластов, выделяют факторы роста, которые способствуют развитию фиброзной ткани. И это приводит к выраженному фиброзированию, что может обнаруживаться как клинически, так и по данным лучевых методов исследования. И опять же, в зависимости от фазы или степени остроты процесса, мы можем наблюдать либо рост этих образований, если внезапно там какая-то была травма импланта, и это содержимое импланта попало в ткани, то на первых этапах возможно увеличение быстрое в размерах образования, в первую очередь за счет воспалительного инфильтрата, а в последующем возможно уменьшение размеров, но повышение значительной жесткости или плотности этих образований. И мы, конечно, довольно легко обнаружим вот в эти вот метки в виде гигантских многоядерных клеток или гранулем инородных тел. Но вообще, в принципе, опять же, если мы будем глобально рассматривать все дистрофические изменения, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в молочной железе, особенно после различных этапов реконструкции или оперативных вмешательств, либо лучевой терапии, то они все глобально, рамочно укладываются в типовой патологический процесс, имеют фазовое течение, и в зависимости от той фазы, на которой мы этот процесс наблюдаем клинически, рентгенологически или морфологически, мы с разными изменениями столкнемся с одной стороны, а с другой стороны, для разных причин имеется ряд морфологических нюансов. Но для того, чтобы дать адекватное полноценное заключение, здесь, конечно, нам требуется командная работа. Спасибо за внимание.